Я столкнулась с статьей, в которой говорилось, что разнообразная система технических жертв на практике в изучении каких-нибудь конкурирующих углов дает очень странный результат. Вроде того, что непонятно, кто-то рыси едят, кроликов, кто-то кролики едят, рыси. Ну и говорилось о том, что, видимо, эти модели недостаточно хорошо отражают действительность. Ну и, собственно говоря, у меня возникла идея перейти к дискретным моделям аналогичным. Ну тут есть как бы два варианта. Первый вариант можно усложнять сами управления, вводить очень много коэффициентов. И таком роде задачи в других местах решаются. Но тогда возникает проблема о том, как качественно вообще эти системы решать, потому что шевеления, большое количество коэффициентов, небольшие шевеления, они слишком нарушают качественную картинку. Поэтому вот такая идея, где, в общем-то, я вам тут описала коробку, что происходит. Значит, есть две эвакуляции, их численности х, а, 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 а. Дальше коэффициент а1 и а2 – это нормальное размножение. Коэффициент а1 и а2 – это некое взаимодействие между способами. Ну, мы считаем, что оно вымутно. И дальше, значит, я обозначаю а1 и а2 – это единица плюс а1 и единица плюс а1, чтобы перейти уже вот к дискретному случаю. Вот получается функция двух переменных на плоскости, которая задает последовательность в дискретную динамическую систему. И, соответственно, фазовое пространство этой системы содержится в углу х больше равного у, больше равного у, и х и у должно чем-то быть ограничено сверху, поскольку ресурсы, они не бесконечны. В следующий слайд. Вот. Ну, и надо сказать, что если рассматривать похожие системы, скажем, вот, где есть квадраты, то эти системы приводятся к известной системе НО, которую вот много кто изучал, в частности, Геннадий Алексеевич Леонов изучал эту систему, и он доказывал такой факт, что при некоторых значениях параметров Леоновская размерность, он вариант был множества, дробная, и в силу этого он показывал, что вот на этих параметрах мы имеем вот хаосические отракты. Это у него была, значит, хаосея, и моя работа, она в этой штруе, ну и, собственно говоря, я просто не знаю, все ли это знают, вот в апреле этого года Геннадий Алексеевич скончался, и, в общем, вот, я надеюсь, что эта работа, как бы, вот, посвящена ему памяти. Ну, и, соответственно, я рассматриваю четыре неподвижные точки благообразования АТЭХ. Это стационарные корректуры. Вот, мне нужно, чтобы они были в положительном, в положительном квадрате, поскольку численности не могут быть отрицательные. Ну, и вот я выписываю слоевные коэффициенты, и по существу я рассматриваю четвертый вариант, как вот вариант, который, ну, с одной стороны, похоже, что дает положительный результат на хаос, а с другой стороны, он как-то вот более-менее понятен, ну, что вот численность увеличивается, как процесс. Правда, в биологии рассматриваются и другие процессы, оно не уменьшается, численность называется процессальная. Ну, вот, я взяла этот четвертый вариант просто как вот встатную точку. Я рассматриваю матрицу благообразования. Вот она здесь выписана. Ну, и, соответственно, собственные числа этой матрицы в неподвижных точках. Значит, собственные числа тоже выписаны. Там есть еще чуть-чуть, ну, не знаю, поднять. П-четвертая не влезла. Самое главное. Ну, черт. Не влезла. Ну, П-четвертая, она такая же, как П-третья, с заменой, значит, лямбе 2 и лямбе 1, соответственно, альфа 2 и альфа 1. То есть, П-четвертая, значит, вот здесь будет отношение С1-19 на С2, здесь будет стоять альфа 1, здесь 2, а здесь, соответственно, будет альфа 2. Значит, вот такая ситуация. И, в принципе, эти две точки, они получаются симметричны во многих отношениях. Следующая слайда. Дальше. Ну, я липуновскую размерность в свое время ввел Хант. И известно, что она ограничивает сверху Куздорфу и фрактальную размерность. Ну, и что дробная липуновская размерность, она дает некие представления о хаотичности системы. Что вот если удается вычислить это значение, то, как правило, выйдет система хаотическая. Значит, доказательства этого я не знаю. Я ее в день нашла. Значит, липуновская размерность строится не через собственные числа, не через липуновские показатели, хотя очень похоже. Она строится через сингулярные числа матрицы Т со звездочкой на Т. Поскольку матрица самосопряженная, у нее всегда вещественные собственные числа, мы берем корень квадратного собственного числа, получаем сингулярное число. Дальше мы смотрим. Значит, ну вот этот случай наиболее интересный, наиболее содержательный. То есть, если определитель матрицы меньше нуля, хотя, значит, вот собственные числа есть больше нуля, то есть у нас имеется диссепация и... Меньше единицы. Меньше единицы, да, извиняюсь, это дискрепный случай. Вот. Значит, у нас есть диссепация и у нас есть как бы по одному пространству сжатие, по другому растяжение. Вот. И нам по существу не важны повороты, нам важно, насколько растяжение и сжатие между собой связано. И вот эта вот формула, она по существу вот эта вот связь между растяжением и сжатием показывает. Вот здесь вот определение локальной ликуновской размерности, это в точке Z, следующий слайд. Здесь определение ликуновской размерности в поле траектории, как верхний предел. И третье, это уже ликуновская размерность на вариантном множестве, как супремум по этому, по точке этого множества. Вот. Дальше. У меня была доказана теорема, которая гласит, что если у нас имеется неподвижная точка, то мы можем символярные числа заменить на модули собственных чисел. В случае, когда матрица диагональная тривиальна, в случае, когда она имеет единицу под диагональю, это требует неких рассуждений. Следующий слайд. Значит, я рассматриваю вот такие значения для параметров. Эти значения для параметров гарантируют мне, что точка P1 будет отталкивающая, а точка P2 будет гиперболическая. Ну и в силу вот только что сформулированной теоремы я выписываю размерность ликуновскую в точке P2. В точке P2, на вариантное множество, корректория состоит, соответственно, из одной точки. И, собственно говоря, вот собственные числа дают у меня такую размерность. Дальше. Аналогично. Да, значит, точки P1 и P2, они вообще... В их окрепе поведение в окрестности этих точек оно не зависит от коэффициентов связи популяции C1 и C2. То есть там важны только коэффициенты α1 и α2. А в точках P3 и P4 эта зависимость, она существенна, но не сама вот значения C1 и C2, а именно их отношения. Там в одном случае это C2 поделить на C1, а в другом случае C1 поделить на C2. Вот. И, соответственно, при вот этих вот значениях параметров мы получаем, что точка P3 гиперболическая и P4 отталкивающая, и, соответственно, липуновская размерность P3 вычисляется таким образом. Ну и вот теорема, которую я хотела бы сформулировать, она, конечно, еще не то, что хотелось бы, потому что здесь неравенство, но вот пока что ничего другого я не могу знать. Пусть выполнено перечисленное неравенство для α и β, и тогда мы можем утверждать, что для любого невариантного ограниченного множества, содержащего точки P2 и P3, но не содержащие P1 и P4, отталкивающие не содержатся, гиперболические содержатся. Верно следующее неравенство. Липуновская размерность, извините, что я не говорю, пропущена, Липуновская размерность множества K, она будет больше либо равна вот максимуму из этих двух чисел. Вот. Ну, есть шанс, что это как раз ситуация, когда будет хаос. Вот. Ну, дальнейшее, что... Мой план, который я собираюсь выполнять, это, во-первых, взгляну действительно ли там хаосом, смотреть численно. Теперь я знаю, в каких областях эфициентов что можно ожидать. И следующий вариант, это попытаться показать какое-нибудь неравенство с обратным знаком, чтобы вот точно получить точное значение липуновской размерности на множестве. Спасибо за внимание.